Продолжение следует... Продолжение следует... Только после прочтения труду, а еще лучше, когда их начнут опробовать, вот тогда как-то и проявляется важность или понимание того, что я сделал. На телевидении и вот сейчас меня сталкивают на конкретные какие-то рецепты, какую-то помощь. Не понимая, о чем я говорю. Я говорю о целостном подходе к своему организму, с чего примерно начать, как продолжить, как это будет проявляться. Для того, чтобы не то, что вот конкретно вы там страдаете там ангинами, там допустим заболевания печени, там заболевания сустава, сердца и так далее. Чтобы это все потихонечку уходило само, потому что за время нашей жизни накапливаются, им это мы способствуем, разные изменения в нашем организме, которые начинают проявляться в виде деформации, я так вот называю, деформации. Проявляясь с симптомами той или иной болезни. И мы начинаем, дайте нам рецептик. Какой может быть рецептик, или какая может быть плановая операция, или какой-нибудь может замена суставов, или еще что-то можно менять в организме, захламленном предыдущими годами жизни. Ну это так вот, предварительно я рассказал. А теперь послушаем внимательно, можно так сказать, исповедь 36-летнего человека. Доброго здоровья, Геннадий Петрович. Вот и подходит год, как мы с вами установили первый контакт 18 января 2019 года через электронную переписку. Тогда я просил у вас выслать мне книги. Тогда же я и начал изучать их сначала, с единственной целью изучить информацию по очищению организма. Но в последствии зарылся в тему полного оздоровления все глубже и глубже. Что касается высылки книг, я их выставил в виде библиотеки, чтобы каждый мог и читал. Раньше я попробовал их высылать, даже с дарственной надписью. Я уже не помню, прошел то ли месяц, то ли еще сколько-то времени, и всего лишь нам все там что-то там вот заказало. Бесплатно. Я еще трачу свое время на пересылку, я еще трачу время на то, чтобы книгу подписать там и вот это. Восемь человек. Я просто-напросто все, вот это закончил. Вон они лежат и читайте. Никаких высылок, ни пересылок, ничего я не делаю. Подходит год, проделана работа, у меня появилась потребность, как бы сказать, отчитаться о проделанной работе. И оглянувшись, я вдруг осознал, что в общем-то за короткий срок работа проделана колоссально, за один год. Жаль, что тут он не описал, что у меня было и от чего я избавился. Ну ладно, зато в других письмах, которые мне люди писали ранее, там есть. И желающие могут почитать. Итак, начну и постараюсь быть кратким. Началось все с того, что однажды мой жизненный путь привел меня к пониманию того, что хорошо было бы поправить свое здоровье. Остановимся слегка. У каждого человека, вот, ну редко там в детстве бывают, конечно, такие вещи, когда со здоровьем какие-то проблемы и надо что-то там решать. Обычно мы полны сил и будем говорить вот лет 20-25, а то 30 и более. Мы на том запасе, который у нас есть, да мы прям вовсю, не считаясь с тем, что действительно здоровье-то бывает ограниченный запас. Критической ситуации еще не было, но сигнальчиков, намекающие на то, что не так уже и все в порядке, уже накопилось достаточно. Вот, золотые слова, это именно подошло то время, когда надо заниматься. Именно заниматься и система работает отлично. Это не лечение, это, так сказать, вот профилактика здоровья, профилактика от болезней. И она прекрасно действует. Когда уже болячки пошли, она будет и при болячках помогать, самых разнообразных. Но это гораздо уже труднее, и надо набраться будет большего и понимания, и прочего-прочего. Естественно, как и полагается, в 21 веке любой поиск информации начинается с интернета. Начал гуглить, читать, смотреть YouTube. Вас я знал давно, знал, что есть такой Малахов, что вел передачу на ТВ. Но вот все время как-то не рассматривал для изучения. Но то было тогда, на то время. Вот понимаете, и я не позиционирую, что я тут супер-дупер учитель и так далее. И как-то несерьезно воспринимается, о чем я вообще там говорю вначале. Вначале я говорю. Точно не помню, как именно и когда именно. Мне пришла в голову мысль, что именно стало толчком и импульсом. Потому что однажды я таки решил изучить Геннадия Малахова подробнее. Потому что многие только знают, ага, там моча. Ну там что там он еще говорит, в задницу огурец там засунул. Хотя это не моя рекомендация. Ну и прочее, прочее, знаете, такие вот, такая вот огульная информация, которую распространили люди для того, чтобы, как говорится, за счет хайпа повысить там интерес. И, конечно, это тоже, с одной стороны, дало мне такую популярность. Но не совсем ту, которая вам нужна. Чего вам общаться с глупым человеком? Говорят, ну вы знаете, он такой глупый, 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 глупый и глупый. Вам необходима информация достоверная, проверенная. О, вот это работает. Вот тогда другое дело. Точно не помню, как именно и когда именно мне пришло в голову, что стало толчком, импульсом к тому, что однажды я так и решил изучать Геннадия Малахова подробнее. Через тот же интернет нашел, вышел на ваш сайт, потом на ютуб-канал. Узнал, что у вас, оказывается, есть авторская библиотека. И она еще не вся выложена. И я еще могу еще лучше сделать. Но нету, нету какого-то уже творческого запала, импульса. Потому что все, вот знаете, такое слово похерено. Медицина с 90-х, знаете, как это все уложилось, она взяла, так сказать, вот это вот, опомнилось. Ага, надо всех ошимовать вот таких, вроде как я и докажи, 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 докажи. Докажите себе, что ваши прививки работают. А то как были, народ болеет, так и болеет с прививками и без прививок. Ладно. Ну и вот, в тот самый день, 18 января, у нас как раз действительно год будет, я написал вам первое письмо, потом переписка, ну и дальше все началось. Я обычно более-менее отвечаю, переписываюсь с людьми, хотя мне это тоже как-то начало несколько тяготить. Потому что задаются вопросы, знаете, не вот по системе. Опять-таки вот, вот, а вот можно ли вылечить хронический простатит? Да можно все вылечить. Если ему кто-то говорит, что нельзя вылечить, что-то нельзя. Это он не знает, как нельзя. А есть знания, которые можно. Это не значит, что я знаю все. Но есть люди, есть знания, которые это могут сделать, знаете, даже вот так вот. Читаю вашу библиотеку на сайте, потом вы выслали книги на почту, и дело пошло быстрее. По мере погружения материал все ускорялся и ускорялся. Без очищения нет исцеления. Такая толстючая книга. Жизнь без паразитов. Индивидуальная конституция. Уже отдельно я ее так выдал. Лечение керосином. Пожалуйста, я прошел, знаю, что это такое. Из сосуда своего. Как использовать туринотерапию? Как ее использовать? Голодание в лечебных целях. Сейчас, а вторые сутки голодаю. Так, между нами. Никому не говорите. И меня не это самое. Не досаждайте вопросами по голоданию. О, книжечку. Хоп, ой, что там написано. Все узнаете. Основы здоровья. О, капитальный труд. Одной книгой. Целительные силы. Основы здоровья есть одной книгой, так сказать. И девятью книгами я их так расширил. А потом, чтобы понял, что вот девять книг. Человек одну взял, другую взял, третью, пятую. И все на этом. А надо одна книга. Остальных-то нет. И вот как раз тут подчеркнуто. Единственное, не хватило основ здоровья девятого томика. Там интересная информация, более подробно описана. Там где-то более подробно описано. Даже в тех же исцелительных силах. Как бы сказать, один вариант написания. Ну, отдельных фрагментов. А есть другой вариант написания. Я их не стал как-то соединять. Но вот в двух вариантах есть. И что же в итоге? Я говорю, да. Начал я читать с довольно скептическим настроением. Мол, что-то может быть. Вот именно. Мол, что-то может быть. Вот посмотрите на меня. Ну, что он может сказать? Вот, вот, вот. Ну, что он? Что он собой представляет? Правда, когда на машине вы меня увидели. На Лексусе. Как-то меняется. Вроде бы глупый человек. Посмотри. Как с его глупизной он мог залезть в эту машину? Это уже так вот. Именно для этого. Но по мере изучения материала, мой скептицизм рассеивается. Интерес к вашим трудам становится все сильнее. А я еще, вот тут даже не затронуто, я еще для себя психологию разобрал. Что я собой, и каждый из вас это может узнать, представляет с позиции психологии. Что вы за личность? Что у вас с характером? Почему у вас такой характер? И, естественно, познав себя, вы можете работать. И очень скоро я начал их жадно поглощать и хватать информацию с особым остервенением. В итоге все было прочитано и изучено. Еще разок я хочу сказать. Я в свое время перерыл много информации, опробовал. Вот в целительных силах, если она дана, значит, так вот, как бы сказать, то, что пройдено, то, что работает. А потом через несколько лет, когда накопилась иная информация, опыт и наслоилась на эту, возникла потребность переписать книгу. И я не поленился. Написал «Основы здоровья» в диете книга. Потом понял, осознал еще дальше и написал одной книгой. И считаю, на настоящий момент для русскоязычного читателя это будет самый адаптированный, лучший труд по ведению собственно здоровья. И индивидуальная конституция, потому что рецептик, дайте мне рецептик. Ха-ха-ха-ха. Этот рецептик подошел, а тот рецептик не подошел. Так, допустим, что-то там с поджелудочной железой. Один просто-напросто воспалился после пьянки, у другого она воспалилась после, допустим, как у меня бывало, после поджарки, у третьего от удара, у четвертого там еще чего-то. А рецептик один от поджелудочной железы. А он не работает. Уже по ходу чтения я начал понимать, что нужно все пробовать. Поэтому на прикладных вопросах по чтению особенно остановился. Перечитывал, делал пометки. А я даже сделал такую книгу и в календарях в помощь занимающимся по моей системе. Там еще рассказываю с разных сторон уже с практики, что правильно, что неправильно человек делал. Поэтому на прикладных вопросах по чтению особенно остановился. Перечитывал и правильно делал. делал пометки, делал наброски вознейших моментов, выписывал план действия. Отлично! Вот это вот настоящая работа, понимаете? Многие говорят, а вот я народную медицину применяла от тазобедренных суставов, от коксоартроза, и у меня ничего не получилось, она не работает. И там не работает. Да потому что вот так вот рецептюшки, рецептюшки вы принимали без понимания, а что же там идет за процесс? В первую очередь я стараюсь описать процесс, который там, допустим, где-то идет, и потом уже как к этому процессу к нему подобраться, как его повернуть в пять. И поэтому получается у единиц. И я знаю таких людей, и много их знаю, а большинство, которые вот так по рецептам, да, я там вот-то, вот-то, и у них ничего не получилось. Естественно, они там, да наплевать на эту там народную медицину, вот там эта вот медицина, там что-то делать. По крайней мере, официально что-то сделала, да, он на суставе там проскакал года два-три, может пять лет. А потом начнутся какие-то причины, то они устранены, изменения. Но это уже другое. Итак, толстый кишечник, клизмы, чистка печени, чистка соединительной ткани лимфатической системы. В целом, да. Четвертая противопаразитарная программа и пятое голодание. То есть, голодание, я вот, вот, вот смотрите, опять-таки, я с вами беседую, там, знаете, вот, о, да я пробовал голодать, голод мне не подходит. А я говорю, знаете, да просто-напросто это вы не подходите к голоду, из-за того, что на него надо настроиться. Так вот, голодание заменит вам и очищение толстого кишечника, и печень, и соединительная ткань, и противопаразитарную программу. Но! Для того, чтобы, понимаете, познать это голодание, ну, более-менее, мне понадобилось 15 лет для того, чтобы я смог самостоятельно вот тут проголодать 40 суток, и выйти благополучно, без всяких последствий, и сделать вот этот фильм, который вы там видите, что там выходило. Так, примеры. Но! Легче всего, легче всего, конечно, начинать с толстого кишечника, чистка печени, соединительной противопаразитарной программы. То есть, это быстро и наглядно дает эффект. Это, как бы сказать, вот, оно лучше действует. А потом можно просто профилактически голодать, там, двое-трое, там, сколько там суток, раз в две недели, раз в одну неделю, раз в квартал, раз там в полгода. И вот это все будет поддерживаться. Потому что на голодании запускаются такие механизмы, которые не запустишь на пищевом режиме. Они просто не работают. В результате пройденного пути опыт получен колоссальный. Много проб и ошибок. А так и должно быть. Усвоенных уроков. И правильно, и на основании проб и ошибок усваивается урок. Что теперь, понимаете, вы можете, не попробовав рецептик, а, они подходят, не попробовав голод, а, голод не для меня, еще что-то. А вы уже это знаете, это можете. Так, можно еще одну книгу писать? Пишите. Здесь лишь приведу очень кратко основные выводы из всего пройденного. Первый, толстый кишечник, клизмы, вещь хорошая. Сделал их очень много. Недельные курсы по 3-4 клизмы в день делал. Выходило много всякой гадости. Я результатом доволен. Кстати, вот, знаете, можно действительно много делать очистительных книг. Но, ну, тут, возможно, он и делал уринные клизмы. Если вы будете делать клизмы с урины, а особенно с упаренной урины, ну, эту упаренную урину, знаете, где-то надо упарить, наверное, до 1-2, 1-3 первоначального объема, не до 1-4, то эффект будет еще лучше все это будет выскакивать из вас. Но не любит, понимаете, вот моча, она очищает, она очищает изнутри. Кто пробовал, тот знает. А для кого-то это, это, это кажется дикостью. Как это так? Мочу используют? Да вы что? Так, результатом доволен. А то будете очень довольны. Так, второе, печень. Кстати, могут выскочить и полипы, и еще какая-то ерунда, которую обычную клизму не берут. Печень, чистка, масло с лимоном, с лимонным соком проходило тяжело. Результат есть, изумрудные камушки выходили, но все проходило тяжело. Второй раз проводил чистку по Татьяне Буревой. Вот знаете, я мог бы просто-напросто, не ссылаясь на Татьяну Буреву, она, молодец, великолепно ее разработала, вот с тех народных позиций она к нам пришла, и причем не в упрощенном виде, как вот обычно представляется масло-лимонный сок, а вот именно с применением трав. Травы делают, ну, я там и писал, что они делают, они большие вещи. Короче, я ее мог бы просто-напросто украсить, так сказать, это моя, не упоминать об этом. Но вот это уже говорит о человеке, что если вы что-то берете, вы на это ссылаетесь, а не прихватываете это себе, и даже, он говорит, не организуете там какой-нибудь кооперативчик по чистке печени, вот с помощью вот этих рецептов, и забудете о Татьяне Буреве. Бабушка Таня, большой вам привет от меня. Я вам вспомянул добрым словом. Тут совсем другое дело. Травы, которые там нужно пить, на самом деле играют решающую роль. Как раз эти травы производят большую работу по смягчению печени. Смягчение печени. Я об этом много говорю. Вообще смягчение организма. Для того, чтобы что-то вышло, понимаете, из той же печени, она, знаете, вот как холодец. Вот представьте себе холодец, в котором там застряли различные там кусочки, будем говорить, и этот кусочек выковырнуть с него очень трудно. А вот когда этот холодец начинает подтаивать, вот эта вся эта ерунда выходит самопроизвольно, легко и просто. Так вот эти вот травы делают подобную работу. Кстати, сейчас приближается уже начинается новый сезон, опять-таки чистки печени, тарата-тарата-тарата-тарата, то есть профилактически пройти вот эти разные процедуры. Вот, что такое смягчение организма. И потому все нечистоты из печени, да и из кишечника тоже выходят легко и без всяких средств и нагрузки для организма. Вот в чем дело. Понимаете, вот можно действительно принимать рецепты, делать какие-то чистки, не понимая, насколько это может быть обременительно для человека, насколько это может быть тяжело для его здоровья. Как есть такая пословица, в некоторых случаях лечение бывает хуже болезни, ослабляет организм и может убить больного таким лечением. Поэтому надо такое лечение. Это не лечение, а это подход к организму, чтобы максимально облегчить выход шлака и прочее, прочее, прочее. Без средствовых ситуаций для организма. Кстати, вот эти различные средствовые ситуации, когда человеку тяжело, когда там так, он чувствует себя вот так вот, он и бросает это все. Потому что он не может, он не знает, как подойти к этому вопросу чистки мягко, так, чтобы он видел хорошо и чувствовал результат. Ну и к другим там вещам. И поэтому он дал лучше таблеточку и все. Или сделайте со мной что хотите, лишь бы я был здоров, лишь бы я тут не болел, лишь бы вот голова у меня заболела, таблеточку принял и все. Не задумывай, что там дальше будет. Как у моего знакомого, болела спина, он вначале обезболивающей таблетки такая, нормально, спина не болит, потом только хоп, кровотечение, он чуть не умер, желудочное кровотечение. Сейчас он дальше тоже ничего не делает в плане того, чтобы работать над своей спиной, а он колет, ну что-то отпадет от этих уколов, но пока еще он жил. Поэтому мой вердикт, впредь чищу печень только побуриваю, а я еще вам добавлю, предварительное смягчение организма, это прогрев, это нахождение в парной, это нахождение в ванной, это хотя бы нету в ванной под душем, это нету там душа или еще что-нибудь, хотя бы тогда как-то вы там себе грелку ложите, ну прогреваетесь, понимаете, вот это вот начинает, ну в книгах я прекрасно описал, с научной точки зрения даже, не подкопаться, что там как-то. Четвертая, противопаразитарная очистка, тут тратчатка в разных вариациях, да она такая, также тадикам, курс прошел, каких-то выходящих из гарнизу паразитов не наблюдал, но думаю, антипаразитарка пошла на пользу. Здесь, когда человек, много я об этом рассказал на своем канале, о диагностике паразитов, по там коже, по там каким-то высыпаниям, по выделениям и так далее, и так далее, и так далее. То есть, вы пройдя противопаразитарку, одно дело, вы гоняете там листов, это одно, там ясно, что-то видно, если они там есть. А другое дело, вы избавляетесь от, допустим, какой-то там болезнетворной микрофлоры, которая так и норовит у вас замурчать в животе. А сейчас питание такое. Почему сейчас много стало аллергических вот этих заболеваний? Да потому, что контроля нету, гвозды уничтожены, и туда такое намешивают. Уже видите, аж у самих там этих волосы стоят дыбом, потом пальмового масла, какие-то добавки или еще что-то, что получается продукция хранится в неограниченное время, а нам-то надо, чтобы она нас питала, а не то, чтобы она у нас там сохранялась. Поэтому она вызывает такие нестыковки между нашим организмом и питанием, что вот эти вот аллергические реакции, то есть, организм пытается избавиться сразу соплями, высыпаниями, поносами или еще чем-то. А мы не понимаем, что это такое? О, аллергия. Надо искать аллергия. Пятое, голодание. В связи с очистительной процедурой прошел и понял, что это все хорошо, но я уже созрел к серьезному уровню. Стал практиковать голодание. Начал с 36-ти часовых. Ну, я не знаю, это, наверное, раз в недельку или там в две недельки. Ну, наверное, всего в недель. Потом добавил двух-трехсуточные, но это, наверное, уже раз в две недельки, раз, возможно, в месяц. Может быть, и чаще. И в итоге однажды, войдя в очередной трехсуточный голод, сам незаметно для себя потихоньку день за днем проголодал 26 суток. Внимание, это не опечатка, 26 суток. Когда человек, вот почему я говорю, организм тренируется, он ко всему тренируется, он тренируется к голоду, он тренируется к питанию, он тренируется к тренировке, он к всему тренируется. Поэтому, для того, чтобы овладеть наукой голодания, надо потренироваться. Я еще разок повторяю, мне 15 лет ушло на то, чтобы натренировать свой организм и проголодать благополучно 40 суток. Потому что, если вы не знаете процессы голодания и выхода из него, просто отголодал огромный срок, там, допустим, те же 26 суток, 40 суток, вы не сможете выйти из-за того, что не запустится у вас пищеварительная система. Из-за того, что вы не зная, как ее запускать, просто туда, знаете, набросали, как в костер сырых палок, и он вместо того, чтобы гореть, стал чидить. Вот так точно получается и с выходом из голода, если не знаешь как. Результатов от этого голода множество. Все и не передать. Жаль, хотя бы основные. Пережил за эти 26 суток много всего. Хватило всякого. Опыт получен колоссальный. Ну, король, конечно. В первую очередь, там это и сны. Это уже к вам подключается работа на духовном уровне. Понимаете, это очень интересные вещи. Ну, и так далее, так далее. Вкратце напишу, что особенно меня удивило и поразило. На протяжении всего голодания с клизменями выходило много нечистот, черного цвета. Первая ассоциация, как мазут. Это очищается печень. Вот именно клетки печени вот там содержат разную ерунду, которую, в данном случае, человек накопил за 36 лет. Она содержится в клеточках, она содержится вот закапсулированно. И на голоде печень обновляется, эти клеточки распадаются и потом созидается, распадается, созидается. А вот это грязь выходит, выходит, выталкивается. Дальше сбрасывается уже в толстый кишечник. Вот этот мазут, понимаете, это мазут, больше никак не скажешь. Так вот столько вот разного мазута накапливается у нас в печени, а потом мы удивляемся, а что там она быстро раздает, не работает. Вот мы думаем, что она как-то обновляется, очищается. Вот, человек и очистился, и питался, все там такое, а потом начал голодать и как будто бы он ничего не делал, такое впечатление. Не думайте, что печень так вот очищается. Это не такой уж простой процесс. И даже по Татьяне Буревой этого не происходит. Потому что, оказывается, недостаточно времени вот именно для того, чтобы из каждой клеточки освободилось. А там где-то получается, что, ну, больше из межклеточного пространства печени выбрасывается. Ну, возможно, частично что-то очищается от этой клетки. но вот такого нету. Понимаете, как бы сказать, вот клетка только раз, отмирает и выбрасывает из себя. А другая нарождается, выбрасывает из себя. Потому что за время все они столько накопили, что вот человек, я об этом как-то рассказывал, там показывал в этом фильме, его там заплевали, голод мой, что это тут показываешь, какая-то там ерунда выходит, вот там я говорю, вот она опухоль вышла, да, какая-то там, ну, короче, никто ничего не смотрит, ну, что это такое. Так вот, вы на своем опыте это все увидите, и от этой дряни именно надо избавиться. И как интересно, я вот раньше думал, повелся на поводу у Поля Брега, когда он сказал, что он голодал, 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 и вот однажды он, значит, во время голода там, семисуточного из него вышла вот такая вот черная масса с соответствующим там запахом, и якобы это, значит, вот лекарство коломель, которое содержало ртуть, его там лечили. Лечили. Это, это просто, понимаете, современное лечение, это какой-то эксперимент, и когда ты понимаешь на самом деле, что с тобой делает, то, ладно, так вот, черная масса вот эта вышла, он говорит, мазутообразная, черная, там это, и после, говорит, здоровье начало пребывать какими-то там вагонами, то есть, оздоровление шло, 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 у поля буряга, но после именно вот этого голода, когда очистилась печень от вот этой вот интоксикационной дряни, здоровье пошло на лад, так вот точно, вот тут он не подчеркнул, когда вот эта вся мазута выйдет, человек чувствует себя, он, человек чувствует себя так, как он до этого никогда себя не чувствовал, просто понимаешь, насколько может быть могучим здоровье, насколько оно здоровье может быть здоровым, вот такая вот тавтология, вы просто не ожидайте, что вы носитесь, не устаете, какая-то выносливость колоссальная, гибкость, все, ясность, понимание, так вот, вот эта вот чернота как раз, она, и вот эту всю нашу энергию на себя жизненную и, будем говорить, притягивает, дабы мы вот как-то, как-то жили вот с таким мазутом внутри себя, первая ассоциация, как мазут, это продолжалось до последнего дня, нечто подобное у меня было и на сорока суточном голодании, и так и не прекратилось, клизмы так и не стали чистым, я, честно говоря, не могу понять, где вся эта чернота может помещаться, учитывая, что у меня вес-то 60 килограмм, и что именно это, я встречался с человеком, который неоднократно голодал сорок суток, и вот он ждал, сорок суток отголодал, вот сказали, что язык очистится, а он не очистился, я второй через какое-то время так, и только где-то там на третий, четвертый, пятый раз, он говорит, я увидел очищенный язык, настолько много шлаков, настолько много всего накапливает организм, и этот человек, он мне сказал, я на основании своего опыта понял, что организм наш состоит из воды и дерьма, шлакоемкость нашего организма колоссальная, и несмотря на это он может работать, шлакоемкость полевой формы жизни, а шлаки это уже разного рода умственные там различные переживания, она еще больше, она умещает шлаки от прежних жизней, и плюс еще то, что у нас тут накопилось за эту жизнь, и почему черного цвета, если от харкования у нас идут соплеобразные белого цвета, объясняю, объясняю, видите, читал, читал, а все-таки там где-то не прочитал, значит, у нас имеются разного рода шлаки, причем для разного рода шлаков у нас существуют разные органы выведения, через кожу это одно, через мочу другого, кстати, у меня нечто подобное, знаете, мазутообразное вышло через мочевой канал, вот это я вот был удивлен, там два раза, через мочевой канал выходил вот такой мазуток, я просто не был готов к этому, а то бы его там как-нибудь схватил, чтобы это запечатлеть, а вот через толстый кишечник, через язык естественно, я там вторые сутки белые шлаки, значит, в основном, да, и вот интересно теперь следующая вещь, вот древние целители, средневековья, там, они говорили, что у человека существует черная желчь, желчая желчь, потом еще какая-то там желчь, потом черная желчь, самая там плохая черная желчь. Так вот, как раз вот эта черная желчь, это освобождается наша печень, возможно, даже поджелудочная железа как-то там освобождается, но я думаю, в основном это печень, То есть вот эта фраза древних целителей обрела осязаемый вид. Выходит черная желчь. И причем никакими другими как-то вот вещами так особо там ее и не заметишь, вот что там она выходит, не выходит, как-то это так. На голоде же. Особенно он вот тут не описал, значит, 26 суток. С какого времени с него повалила вот эта вот черная мазутообразная желчь? Она начинает где-то после двух недель выходить. Когда клетки разрушаются и выбрасывают, разрушаются и выбрасывают. Кстати, у меня вот когда я 40 суток голодал, она где-то закончилась выходить примерно на 30-е, возможно, так 35-е сутки. Так вот я что-то вспоминаю. Дальше только отслаиваясь разного рода там опухоли выходили. Опухоль, еще какая-то байда вот такая, знаете, не медузообразного, а уже водорослеобразные образования выходили. То есть то ли там полипы были, то ли какая-то опухоль, то ли еще что-то. Все это разрушалось и выходило вот в виде вот такой массы. Но я все это заснял. Иногда я вам так показываю. То есть не то, что я вам рассказал, а показываю. Так вот, когда печень вот так вот вывернется вся, это примерно 26-е. Вот еще там надо было бы подождать где-то суточек примерно 10, и вот эта мазута бы вышла бы. То есть черные шлаки, я считаю, это из печени, и как говорят целители древние, вот подтверждение, что это черная желча. Выходит ненужные образования, которые как-то накопились, и которые очень трудно вывести из организма на пищевом режиме. А если туда еще попадает какая-то ерунда, которая, как бы сказать, вообще трудно выводится, то она там будет, грубо говоря, там до конца жизни. Что касается слизистых шлаков, то есть печеночные желчные шлаки, они выходят через толстый кишечник. А вот все слизистые шлаки, они выходят через легкие носоглотку. Это уже шлаки, которые находятся в каждой клеточке организма. Их древние или средневековые индусские целители называли ама. Это такая белая липкообразная субстанция, которая находится в каждой клеточке. Тоже в клеточке накапливают. И вот они меняются, клеточки, она выходит, меняется, выходит. И она выделяется, вот она выделяется, значит, в лимфу, а дальше она выделяется, значит, в кровь. И вот с циркуляцией крови она подходит к легким носоглотке и выбрасывается слиз, выделяется так. И это идет как раз разрушение, вот это, вернее, выведение слизистых шлаков из каждой клетки. И если мы, почистив печень, чувствуем такой прилив сил, то если мы каждую клеточку очищаем, мы чувствуем силы еще больше. Я это чувствовал. И вот будет first name, ник этого человека. Дальше продолжат. И он это все почувствует. Полет, понимаете. Какой-то такой нереактивный самолет, а, понимаете, уже такая какая-то сверхзвуковая ракета человек становится. Но это надо поддержать и закрепить. Но пока я остановился и сказал, слизистые шлаки, это шлаки, которые выходят из каждой клетки. Организмы, они выбрасываются отсюда. Желчные шлаки в виде черной мазуты, они выходят из печени. Из-за того, что клизмы так и не очистены, сделаю вывод, что очищение не доведено до конца. Работы еще много. Ну и что? Пускай там избавились от какого-то количества шлаков. Сейчас, знаете, вы почувствуете настоящее здоровье, вам станет намного интереснее заниматься этим всем делом. И дальше, что самое интересное, вот вначале, когда энергии мало, когда она связана вот этими шлаками, вот этими, знаете, только начинающимися болячками, а жизненная энергия связана. А когда вот так вот от чего-то уже избавились, а тело становится чистым, дальше процесс идет быстрее, быстрее и интереснее. Так что это вы проделали, знаете, вот самый первоначальный этап, который наиболее трудный и который наиболее вот видимый. Дальше все пойдет более-менее там по мелочам, и результаты так будут еще более интересные. Но без всяких вот таких, знаете, что-то там вывалилось. Так, работы еще много. Она пойдет, пойдет, просто продолжайте. Далее уже на выходе из голода еще около недели шел полностью черный кал. По одному этому я уже понял, сколько черни и нечистот накопилось за всю жизнь. За 36 лет. За 36 лет. Видите? Наше тело наполовину становится каким-то уже землянистым. Значит, что еще, смотрите, когда человек выходит из голода, это не значит, что я вышел из голода и дальше идет там питание и так далее. На голоде вы запускаете процесс. Процесс, этот процесс как глыба льда огромная, знаете, как айсберг. Вот его очень трудно начать вот туда вот двигать, 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 двигать. Но вы в конце концов его сдвинули, он пошел, пошел, пошел. И дальше идет инерция. То есть, организм, вы прекратили голод, но эти процессы дальше идут по инерции. Вы продолжаете еще очищаться. И если правильно делать выход, то еще очищение может идти там, ну тут сколько там, примерно неделю шло? Да, говорит. Около недели. То оно еще может продолжаться, вот если 26 дневно, оно может также еще продолжаться примерно 26, а то еще 30 дней. То есть, этот процесс можно, знаете, резко там прерывать, но он все равно идет. Вот, понимаете, очищение пошло, вот этот организм разгонался. Что тут еще трудности с выходом из голодания? Вот процесс очищения запущен. То есть, организм работает вот на эту, вы его настроили, он настроился. А вы тут начинаете есть. И организм, он, понимаете, он настроен на процесс выведения, а у него пищу. Он пищу, надо еще пищу как-то усвоить. Это тоже, это надо свои процессы развернуть в организме, чтобы усвоить эту пищу. А тут еще очищение вот продолжается. И вот это вот все наслаивается одно на другое. И масса разного рода осложнений возникает во время выхода. И причем даже человек может там недельку-две там продержался, думает, ух, хорошо, я там это все, все выхожу. Допустим, из 30-дневного голода, да? А там он еще не закончился, вот эти процессы. И он начинает там конфеток там съел или еще там чего-то. И у него там на третьей, на четвертой неделе все это может затормозиться и дать неправильные, будем говорить, вот эти вещи. Потому что вы, вмешавшись в работу организма, вначале его настрою на голодание, а потом пытаетесь его резко переключить на питание. Он не может так делать. То есть в любом случае надо уважать возможности организма, возможности его работы. Как он работает, как он делает. И тогда будет нормально. А для этого надо, конечно, и изучать, и прислушиваться, и наблюдать за собой, за своими реакциями. И потихонечку пробовать, чтобы вот не получить что-то такое, и потом не сказать. Голод для меня не подходит. Вы что, это убийственная вещь. А под ацетоном от человека воняет, да вы знаете, это там кетоновые тела. И так далее. Вот, что я хочу сказать. Были тяжелые моменты, которые приходилось стойчески преодолевать. И вот эти тяжелые моменты, я тоже очень много описал. Это кризисы, различные кризисы. Кризисы, очистительный кризис, оздоровительный кризис, еще там какой-то кризис, нравственный кризис. Вон, я недавно пережил. Когда человек плачет, нравственный кризис, понимаете, он проходит так. Человек очищается через плач. Вот, через вот такой вот. А потом облегченный становится. Такой, как бы, умытый изнутри своими собственными слезами. Так, поэтому надо понимать, что это кризис или же ухудшение. Это тоже две большие вещи. Отличать кризис от ухудшения. Кризис, как правило, проходит быстро. Два-три дня и все. Ухудшение два-три дня, неделю, и вы куда-то в пике входите. Тут надо уже по-другому действовать. Но все это не вызывало отторжений, не сформировало негативное отношение к голоду. Вот, вот, вот это, знаете, очень правильно. А знаете, почему правильно? Потому что была проведена предварительная работа. Была проведена работа по настройке организма, тренировке его к голоду. С помощью вот таких вот трехдневных там голоданий. Сутки, трое, сутки, трое. И организм перестал пугаться. Он стал понимать, для чего вы голодаете. Что будет выход. Что это же во благо. Это очень большое дело. Вот здесь вот, вот в этих вот простых словах. Вы знаете, вот многие ищут рецептик. А дайте мне рецептик. Дайте мне рецептик. Еще что-то. Я хочу исцелиться от того же хронического простатита. От этого-то, от этого-то, от этого-то. Не понимая, что от чего у вас возник тот же простатит. От чего у вас начали суставы разрушаться. От чего у вас еще что-то там такое произошло. Вот. И почему этот рецептик, который якобы у одних сработал, а у вас он не работает. Вы это не понимаете. Вы это разочаровываетесь. Понимаете? И все это, как бы сказать, вы все, не хочу, пускай сустав ставят, да, и пусть будет как будет. Вот эта информация, о которой сейчас я рассказываю, намного ценнее. Она раскрывает, вот как бы сказать, вот вам картину дает в целом. Не фрагментики, которые вы не можете, пазлы, сложить в единую картину. А дается целая картина, особенно в основах здоровья, дается целая картина, целостная. Что же вы представляете в ваш организм? Мы вообще даже начинаем оздоравливаться, не понимая, что мы пытаемся оздоровлить. Что такое наш организм? Да, там почки, толстый кишечник, якобы там что-то там откладывается, якобы туп. А почему портятся суставы? Тазобедренные суставы, понимаете? С кариесом вроде бы все понятно. Ага, развели там бактерии. Они там сожрали кости. Кости любят, оказывается, понимаете? А почему же тут? И вот смотрите, я вот как-то просто пример бросил вот так вот. А задумайтесь, кости зубов и кости тазобедренных суставов. И примерно разрушение идет. Чувствуете, кто там может помогать еще разрушать, помимо всего прочего, помимо питания. То есть человек не понимает, что такое организм, как он работает и так далее. Он пытается рецептом что-то сделать. Знаете, очень хорошо вообще, что и та серия прошла. Меня там ткнули на то, что вот медицина, смотри, какая. Что, понимаете, настроить на это. И тут вдруг приходит вот это еще, вот письмо. Оно потребовало более длительного размышления над всей этой темой. Вспоминание того, что я уже прошел и начал забывать. И все это по новой пошло. А, аж мурашки пошли. Вот что значит войти в поток. И когда вы это все понимаете, вот это, ну, начинаете знать, с чем вы работаете, как работать, и где что надо терпеть. Где будет плохо. Но это естественно. А где дальше будет хорошо. Мы же это вот, ничего не понимаем, столкнулись, ой, больно. И все, бросаем. Ой, 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 не хочу. Значит, еще разок повторяю. Но все это не вызвало отторжения, не сформировало негативное отношение к голоду. Продолжаю практиковать однодневные пищевые разгрузки. Двух-трехсуточное голодание. Во сколько он так не сказал. Скажу так. Голодный пришелся подушил. Взял на вооружение. К голоду надо настроиться. И как говорил Николай, Юрий Николаев, да? Голод не тетка, а родная мать. Видите, как изменилось отношение к этому процессу, которое ты взаимодействуешь. Сейчас я еще дальше скажу. Вижу по своему организму, что работаю еще много, очищение продолжается. И голод в этом мне здорово помогает. Когда вы начинаете голодать, что вы делаете? Вот эти все, как бы сказать, воздействия, которые мы получаем с пищей, они перестают на нас действовать. Пища – это информация, которая в нашей информационной системе тоже вызывает разбаланс. А когда вы начинаете голодать, вы становитесь цельным. Вся эта информация, введенная в вашу систему информационную с помощью пищи, она уже не вводится. Организму не надо с ней бороться. И вы открываете вот этот поток. Мы же строимся изнутри. Мы внутренне все это открываем в себе. И черпаем вот эту энергию, первозданную энергию, которая лежит в основе создания и поддержания нашего организма. Мы с ней взаимодействуем. Вот что самое главное в голоде. Не то, что там что-то там омолаживает, что-то действует. Мы взаимодействуем именно с ней. Это основное. Это, как бы сказать, тысяча процентов. А все остальное, что там он делает, голод, это один процент всего лишь навсего. И голодали раньше не для здоровья, а голодали раньше для просветления, для подключения к высшим силам, для обретения этих высших сил. Вот в чем самое истинное назначение голода сказывается. А вот это, знаете, побочные эффекты. Потому что, грубо говоря, приблизиться к божественному источнику, который дает вам силы, невозможно, без того, чтобы не очиститься от скверны, которую мы набрались. Поэтому вначале отлетает разного рода скверны, вот эти вот слизистые шлаки через глотку, черные шлаки через толстый кишечник. А еще, он еще не дошел, я не знаю, там или не написал, а еще примерно с этого времени начинается отторжение какой-то энергетики, такой вонючей энергетики. Оторжение, знаете, вот это, как бы сказать, все клетки, которые старые были у нас в организме. Мы же состоим из клеток, одни клетки юные. То есть та же клетка живет там, ну, примерно там, пускай там 100 дней там она живет, да? Вот, а одна клетка там прожила только 20 дней, другая 50 дней, а третья там 70, другая 90 дней. И вот эти старые клетки, они уже, говорят, как трупы у нас. Мы же застаем из трупов этих клеток. Организм их тоже начинает использовать и делать. И от нас бывает, вот, на длительном голодании, вот как раз это за 25-е вот такие сутки, от нас вонь идет, вонь, вот такая плоти, вонь идет, вот это вот. Идет она где-то неделю-две, потом ее нет. И мы тогда вот очистившись, начинаем приближаться к этим вещам. Но, опять-таки, я так уж немножечко увлекся про голод. Здесь надо настроить организм не на очищение и оздоровление, а именно на связь со своим первоисточником, со своим духом, который находится именно там. Мы как божья частица, творческая частица, с этим. Тогда несколько будут иные результаты. Что не пошло? Как уже упоминал, простое очищение печень, оливковым маслом, лимонным соком процедура оказалась слишком тяжелой. По Татьяне Буревой делайте. Пробовал один раз прокшалану, не пошло, было тяжело. И после процедуры полная разбалансировка в работе организма, все системы и органы нарушили, что-то пошло не так. В общем, прокшалана не для меня. И насчет прокшаланы я, конечно, мог бы тут поговорить, но я уже, так сказать, выбиваюсь из времени. Она должна быть окончена, в первую очередь, чтобы все прошло, чтобы вся эта вода вышла. Ну и, естественно, большое количество вот этой соленой воды, это мы внутрь своей информационно-эноритической системы вносим огромное количество информации, которая идет от соли, от соленой воды. Именно вот этого разогрева организма. Вот это разогрева организма от обилия этой соленой воды и он вот приводит к таким вот вещам. Для некоторых это может быть хорошо. Там, допустим, для людей, которые полные, которые мерзнут. А, допустим, для человека, который не полный и не мерзнет, это перебор. И идет разбалансировка по жизненному принципу желчи. Кстати, тут пока нету этих. Это начинается уже высшая математика оздоровления. Очищение полевой формы жизни. Несколько раз пробовал очищение полевой формы жизни. Желаемый эффекта не получил. Вообще не было признаков выхода психически-эмоциональных зажимов, описанных в книге. Возможно, что-то делал не так. Слово сказать, все процедуры проводил без музыки. Возможно, именно нужное музыкальное сопровождение играет важную роль. В общем, буду пробовать еще. Да, я очень подробно расписал очищение полевой формы жизни. Слизь с меня выходит. Голос, дребезжание создают вибрации, которые лучше очищают легкие бронхи. Поэтому люди и откаферивают. Особенно те, у кого множество слизь. Значит, что там? Очищение полевой формы жизни. Вы должны прочувствовать, что, что и как. И для того, чтобы достать эти эмоции, очень важно применять музыкальное сопровождение. Если нет музыкального сопровождения, соответствующей эмоциональной окраской, то у вас не будет резонанса. Некоторые выходят, да, и так, без музыки. Но этот процесс не такой, как бы сказать, эффективный. А вот когда вы музыку начинаете применять, вот это вот, я там описал, какая там музыка должна быть, эмоционально такая, несколько тревожная, то те тревоги, то накопленное переживание и ситуации, которые вы испытали, вот эта вот музыка, она как раз заденет. Это все начнет выворачиваться, выворачиваться из вас. По крайней мере, во время очищения полевой формы жизни, вот это он не написал, должны быть колья. Вот как будто кол вбили. Когда вот побежали, вас там в боку закололо, вот такое будет, когда вы просто-напросто лежите, дышите, а у вас такая вот штука есть. Так вот, колья должны быть, даже без музыки. Вот если кольев не было, значит что-то, что-то вы не так делаете, не так дышите. Дыхание должно быть, я даже покажу, какое дыхание должно быть. Для некоторых это покажется, что это дыхание быстро приведет к вымыванию углекислоты и так далее. На самом деле оно опять-таки энергетическое, оно движется вот здесь вот, вот здесь вот. И создает только энергетическую наполненность нашей вот энергетической системы, так скажем, в которой идет своя циркуляция. И там, где эта циркуляция затруднена, возросший поток циркулирующей энергии начинает туда упираться, и мы ощущаем кол. Это как раз и есть эмоциональный зажим. Вот этот кол должен лопнуть и выйти. Описано там, как это все выходит, как вы там чувствуете, что вы там переживаете. Все это я описал, рассказал и пережил. Если бы я не пережил, я бы ничего не нет. Пробую дальше. Я думаю, после вот моей вот этой вот беседы вы несколько поймете по-другому. Если прикинуть по времени, то с момента начала очищения клизмами и до момента полного восстановления от 26-суточного голодания прошло 9 месяцев. Иными словами, первые 3 месяца массированная теоретическая подготовка. И далее за 9 месяцев попробовал, прошел, изучил на собственном организме все очистительные процедуры и голодание. Это хорошо. Прошел, изучил и понял, как это работает. Я когда сел и призадумывался об этом, сам аж ахнул. В общем-то, если вспомнить, с каким пессимизмом начал изучать всю эту тему очищения. И как потом резко ускорился, то диву дался. Как так я вообще смог? И как я все это выдержал и прошел? Вы знаете, вот действительно, вот сейчас я нахожусь, вы еще в этом говорите, вот что там вес излишний, вот там что-то как-то. Выглядишь не так, как и не просто. Вот, как бы собраться и пройти это заново, я уже понимаю, требует каких-то таких вот чисто психических усилий. Их надо сделать. А ты вроде уже всего достиг, всего это. Ты уже согласен с тем, чтобы просто вот как-то, и я думаю, большинство людей, они уже соглашаются с тем, ну более-менее нормально чувствуем, чувствуем. Ну там таблеточку выпьем, там укольчик сделаем. А там какую-нибудь процедурку там сделаем. Ну чтобы как-то не самостоятельно. Самостоятельно надо вот эту вот энергию напрячь из себя. И вот это вот, как бы сказать, вот это вот напряжение, представление того, что надо эту громадину опять повторить, вот она как-то, как-то будем говорить, пугает, отвлекает или еще. Поэтому, поэтому, видите, я так как прошел, поэтому я прекрасно понял вот эти вот слова. Диву дался, как я вообще смог и как все это выдержал и прошел. И когда вы это все делаете в первый раз, то естественно у вас и вот энтузиазм. У вас совсем какой-то другой настрой, нежели это сделать второй раз повторить. Вот, я говорю, если бы я не сделал, я бы вот эти вот слова, за эти слова не зацепился бы. Можно это сделать, можно все сделать, просто надо самоорганизоваться. И опять-таки расслабляемся, опять там какие-то болячки там приходят. Причем совершенно другие, от которых мы уже избавились. Вот, и опять надо. А зачем эти болячки приходят? А болячки приходят из-за того, что вот мы относимся к своему болезни как к злу, как к чему-то такому плохому, которое вот начинает тут нас коробить. А когда вы начинаете понимать, да это вы же своим собственным образом жизни довели себя до того, что у вас заболела спина, что у вас стали болеть тазобедренные суставы, что у вас начинается сердечная недостаточность, что у вас сосуды забились, когда начинаются там, допустим, головные боли, еще что-то, или еще что-то, еще что-то. То есть вы понимаете. И что у вас вот эта вот боль, болезнь, которая опять возникла из-за вашего же образа жизни, побуждает вас опять встать на этот путь, на этот путь здоровья и духовного роста, с которого вы, пройдя по нему часть и убедившись, да, это так хорошо, это расслабились. И те блага, которые вам дал вот этот путь в начале, вы на них, как бы сказать, разнежились, расслабились и думаете, о, хорошо. Нет, понимаете, нет, несмотря на вот эти вот машины, у меня две машины, этих Lexus черный, этот Lexus белый, надо ходить. Но не только на попе ездить, оказывается, надо ходить на свежем воздухе, надо заниматься, что надо все это делать, делать. И, как бы сказать, обрастая вот всем этим, ты все-таки понимаешь, понимаешь, вернее, тебя заставляют понимать. Причем так, так искусно. Откуда ты совсем не ожидаешь, ты думаешь, да тут я уже здоров, все. Тебя подковырнуть с той стороны, с которой ты не ожидаешь и так подковырнуть, чтобы ты опять на него встал. Встал и, знаете, вот бывает первая любовь, когда ты любишь по юности, любишь вот за красоту просто, за здоровье, за вот это, вот это первое впечатление юношеской любви, они такие, вот она красивая, или ты там красивый, он такой красивый, вот такой вот, вот, вот у него кожа, вот такие вот глазки, вот такие волосики, вот, ну такой он, он милочка. Вот. А поздняя любовь зрелая. Ты уже понимаешь, что ты любишь не за то, не за форму этого человека, а ты любишь его за содержание. За содержание, какое оно красивое. И это содержание проверяется с течением времени. И даже в 36 лет он, возможно, этого еще не понял. Того, что я уже понял. Вот смотрите, 36 лет и 66 лет, 30 лет еще понадобилось для того, чтобы сравнить юношескую любовь с созрелой любовью. И причем не к определенному этому человеку, а и даже не к определенному методу, а к вот той жизни, мудрой жизни, которая тебе дана, которую ты использовал вот так вот, вот так вот, вот так вот. И в результате этого, будем говорить, получил там и что-то положительное, и что-то отрицательное. Вот. А теперь для того, чтобы вот собраться и опять ты по новой все это обмозговываешь, понимаешь, начинаешь работать в этом направлении. Вот. И вновь любишь здоровый образ жизни совершенно с иных позиций, с таких зрелых. И ты уже особо не уходишь с этого. Да, что-то там еще там будет и так далее и тому подобное. Но ты уже внутренне изменился. Изменился твой стержень. В 36 лет он, как бы сказать, знаете, вот так сказать, по нему постучали молотком. Тжун-джун-джун-джун-джун. И можно сказать, где-то разогрели. Но чтобы подлинная закалка произошла, вот это еще должно пройти какое-то время, во время которого этот раскаленный стержень окунут в воду, он зашибит и станет сталью. Я, например, честно и откровенно говорю, я уже 66 лет мне. Я уже прошел многое. Как-то мне стало неинтересно жить. Вот все уже было и так далее. И если умереть, я умру без всяких там этих особых там сожалений. Вот. То есть в таком плане выковался. Но жизнь на этом не кончается. Вот ты хочешь уйти, хочешь не уйти. Она тебе еще что-то преподнесет и что-то преподносит, какие-то дает барьеры, чтобы ты через них прошел. И вот эти барьерчики как раз вот подошли. И можно от них действительно отказаться. Да, у меня все уже есть, у меня уже все было. Мне неинтересно. А можно еще дальше пройти. И видишь, появится какой-то совершенно иной интерес, который станет интереснее всего, что было до этого. Пару дней назад завершил написание брошюры «Моя система оздоровления». Там все, что должно быть, исчерпывающая информация по теме. Не выжимки из всего пройденного очистительного оздоровительного опыта. Таким образом, чтобы в любой момент, через любой промежуток времени я смог открыть эту брошюру, прочитать и сразу начать действовать. Ну вот смотрите, «Моя система оздоровления». Моя система оздоровления. А в основах здоровья я написал книгу эту для того, чтобы каждый из вас создал свою собственную систему оздоровления на основании этих знаний. И вот этот человек, first name, первое имя, он как раз ее и создал. И можно сказать, а что вы хуже его? Что он там, как бы сказать, более ваше образование? В чем-то там лучше или еще там? В чем он лучше? Что он создал свою систему оздоровления и добился прекрасных результатов? Вот она, основы здоровья, на основе которых вы можете каждый при желании, вот три месяца поизучав все это, потихонечку создать для себя свою собственную систему оздоровления. Кстати, тут ничего не указано об индивидуальной конституции. И я сразу могу его предупредить, что в дальнейшем на основе индивидуальной конституции, если с ней особо не работать, могут быть серьезные проблемы в оздоровлении. Поэтому ее надо проштудировать для себя. Итак, завершая свою историю, получилось несколько сумбурно, и я сумбурно с вами говорю. Но как получилось, так получилось. Писать можно еще много чего, но думаю, пока достаточно. В завершение хочу вас, Петрович, поблагодарить. Вы действительно написали что-то уникальное. То есть только тот человек, который вникнет в это дело, это непростое дело, как медики изучают там вот эти вот труды и готовятся к тому, чтобы стать врачом, там пять лет сколько там дали ординатура и прочее, прочее, прочее. Я точно так же в течение, и сейчас еще продолжаю, всего этого времени, я лет, сейчас хочу сказать, если с 82-го я начал вот именно по оздоровлению заниматься, и в 90-м уже написал, то есть мне понравилось, а другие книги где-то написаны уже были в 95-м, 96-м году, с 8 или еще 6, лет 15. Для того, чтобы вот это все изучить, изучить различные направления здорового образа жизни, того же питания, я там целую книгу написал, я там питание и понял, в чем его сила, в чем его там слабость, и где она там может действовать, где насколько. Понимаете, вот эти вот все эти методы, то есть они изучались, как я вот сижу, и там вы меня видите, о, сидит тут в красной кофте, рассказывает нам что-то, втирает, какую сказку он вообще придумал. Да чтобы эту сказку написать, мне пришлось и горбатиться, и все эти труды читать. Одно дело, понимаете, вот они и есть, вы пришли читать. А другое дело, их не было в то время, их надо было откуда-то взять. Стремление к тому, чтобы их взять, чтобы их изучить, чтобы их опробовать, ушло у меня, у меня ушло. Но, если до 90-го года, до 91-го, когда там первая брошюрка целительной силы появилась, у меня практически ушло 9 лет. А дальше уже, как бы сказать, первоначальный багаж на комнате, пошло, 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 дело несколько полегче. Но это надо сделать, это никто за вас не сделает. И поэтому, когда мне кто-то что-то там говорит, я все это слушаю и соотношусь с тем, что я знаю, и через что я прошел. Здесь действительно готовый труд, не просто вот я там взял там и написал, как некоторые, оттуда содрал, оттуда содрал, оттуда содрал и так далее, и тому подобное. А вложил в себя кучу знаний различных, практики, и все эти потом знания с практикой, чтобы вам не сказать того, об что я обжегся. Например, выходите из голода на апельсиновом соке, или ешьте яблоки, и либо апельсиновые там, апельсины. Да, это вкусно, но фруктовые кислоты за 2-3 дня сожрут вашу эмаль зубов. Вот такая рекомендация после голода. Отголодайте прекрасно, а потом без зубов будете, черные зубы. У меня такое было, но удалось восстановить. И вдобавок, действительно, получилось такой труд, по которому можно работать, по которому можно получать результат. Это не для одного человека, моя система, а это для всех. При желании каждый может на любой стадии своего, так сказать, жизни создать. Читаю ваши книги, местами чувствуете, что автор попал в струю и строчил информацию, которая струилась потоком. Да вот сейчас я с вами разговариваю, вот я тоже нахожусь в потоке. Ну вот это такой поток какой-то общеобразовательный. Вот это вот наша, как бы сказать, лекция, она заменит тысячу там рецептов, потому что дает понимание. Рецепты не дают понимания. Я много всего пересмотрел, перечитал, и все, было что-то не то. А вот именно ваши книги стали для меня импульсом к действию. Я четко почувствовал, вот она, моя информация. И я, как автор, понимаете, вот от этих слов, можно так сказать, вот я расцветаю, что я умудрился так подать это, что вы это считаете моей информацией, и что вы считаете, ах, как просто, да и я так бы все это смог. А на самом деле какой труд должен быть затрачен, чтобы все это было вами воспринято как моя информация. Геннадий Петрович, отдайте мою информацию. Вот то, что я искал, и поэтому без всяких колебаний начал действовать. Ну, это хорошо. Так что, спасибо вам, Петрович. Теперь, когда основной путь пройден, уроки усвоены, опыт получен, я переворачиваю эту страницу своей жизни, начинаю действовать дальше. Естественно, уже с учетом полученных знаний и жизненного опыта. Я рад, что это был год моей жизни. Это был год для меня интересный и сверхполезный, познавательный и поучительный. Ах, как он подметил. Вот мы иногда действительно живем, 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 как бы сказать, ну, просто живем там, то-то, то-то, то-то было. А вот, когда вот вы получаете вот нечто такое, что открывает ваши глаза на всю дальнейшую вашу жизнь, открывает глаза на то, как сохранять здоровье, знаете, и дальше, вот тут вы действительно цените это время. Как я ценю то время, когда я мотался за всеми этими книгами, где их достают, нашел. Я приезжал там к Черкасову Владимиру Григорьевичу, у которой была библиотека всех этих книг, потому что в основном они оттуда. Я брал их, машинка, печатал, печатал, делал, печатал. Знания вливались, 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 то были такие наработки. Сейчас я в этом плане существенно подостыл, но тем не менее я набираюсь каких-то иных знаний, которые даются уже, как бы сказать, не просто написаны, а даются в результате собственных индивидуальных усилий. А для этого надо сделать усилия, чтобы их получить. Далее, корректировка образа жизни. Особенно я бы хотел остановиться здесь, чтобы вы остановились на изучении моей психологии, как я ее изложил. Просто ясно, понятно, вы сразу себя поймете, что, что, как и откуда могут быть неприятные вещи. И так далее, корректировка образа жизни, применение очистительных процедур и голода время от времени, по мере потребностей, сил, желания и наличия времени. И общая задача теперь так выстроить свою новую жизнь, чтобы сама жизнь, личная жизнь, дела, увлечения и много еще чего. И очистительные здравительные мероприятия не мешали друг другу, а наоборот, взаимно дополняли друг друга и гармонично существовали. Вот теперь такая задача. 10 января 2020 года. А теперь для того, чтобы все это закрепить, надо изменить питание на более-менее такое, не засоряющее организм. Такие процедуры, которые не были бы вам в тягость. Вот и на работу со своей психикой. И когда у вас вот это произойдет, вот тогда ваш образ жизни выстроится так, как надо. Подошли какие-то биоритмологически полезные вещи, а вы поголодали или, допустим, чистку печени сделали, или еще что-то там. То есть она уже будет как-то действовать ненавязчиво. И видя главные результаты, вы будете понимать, что вот это здоровый образ жизни. Спасибо.